Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о самых лучших сортах. Нужно сказать, что для каждой местности лучшим сортом будет тот, который лучше всего приспособлен к вашим условиям. Ведь не зря есть такой прием, как районирование сортов. Что это значит? Это значит, что сорт, который хотят посадить именно в вашем регионе, в вашей области, в вашей республике, должен пройти испытание в ваших условиях. И если он их проходит успешно, значит он вносится в госреестр и допущен к условиям. Основным фактором, который ограничивает распространение того или иного сорта в наших климатических условиях, является зимостойкость. Каким бы ни был хороший сорт, если он не зимостойк, у нас в Подмосковье или под Минском, или под Киевом, в Алматы, где угодно, он, к сожалению, расти не будет. Но если он внесен в госреестр, если он районирован, он уже априори устойчив к зиме, к морозам, к перепадам температур. Но есть же и другие факторы, которые ограничивают распространение, вернее даже не распространение, а рост и развитие, нормальное плодоношение, нормальная порожайность наших деревьев. Это болезнь. Ведь часто бывает так, что сорт и высокозимостойк, и красив, и вкусен, и крупный, и хранится он отлично, но, к сожалению, очень болезнен. Например, есть такой шикарный сорт Лигл или Шампион. Эти сорта считаются одними из стандартов вкуса. Но, к сожалению, у них есть один минус. Они неустойчивы к парше, поэтому требуют защиты. Иначе мы получим небольшие плоды, покрытые черными пятнами. Для каждой группы растений, для полдовых или для косточковых, существуют свои группы наиболее вредоносных болезней. Так, для яблони, самыми вредоносными, для яблони и груш в частности, являются парша и плодовая гниль. Парша — это заболевание, которое в отдельные годы может привести к потере почти половины, а то и больше, урожая. То, что осталось, к сожалению, будет иметь не всегда презентабельный вид. Использовать химию — это не самый лучший выход. Наша окружающая среда уже настолько загрязнена, что хотелось бы как можно больше минимизировать влияние химии на нашу жизнь, снизить это загрязнение. Что мы можем предложить? Мы можем предложить устойчивый сорт, который будет в ваших условиях требовать либо минимума обработок, либо вообще может обойтись без них. В наших условиях, в частности, это Беларусь, центральная зона, самыми устойчивыми к парше яблони являются часто довольно-таки распространенные, иногда даже подзабытые сорта, такие как Олеся, Белана, старый сорт белорусский Синап и новый сорт Аксамид, которые показывают стабильно высокую устойчивость. Из таких распространенных известных сортов высокую устойчивость показывает белорусское сладкое. Отчасти благодаря тому, что он генетически устойчив, а еще и благодаря тому, что обладает такой жирной кожицей, которая плохо смачивается и не позволяет зловредному грибку прорасти и вызвать пятнышко. Устойчив к парше и такой сорт, как вербное, Дарунок, новый сорт белорусской селекции Деамент, а также такой сорт, как Заславская. Его устойчивость обусловлена большой группой генов, которые позволяют сохранять здоровье плодам в самые даже неудачные годы. Хорошо себя проявляют такие сорта, как Зорка, Иммант и Память Сюбаровой. Эти сорта из года в год, особенно обладающие полигенной устойчивостью, из года в год, даже при минимальной защите или ее полном отсутствии, либо не поражаются, либо поражаются очень слабо этим очень вредоносным заболеванием. Из груши, из сортов груши, хорошей устойчивостью, или практически не болеют, допустим, такие сорта, как Талгарская красавица, Десертная рассашанская, которые ведут свое происхождение от азиатских форм груши. Они характеризуются хрустящей, сочной мякотью, и наша европейская Порша не может нарушить эту устойчивость и вызвать заболевание. Также хорошо устойчивы к Порше такие сорта, как Кудесница, Купала, Спокуса, Вилия и Завея. Это из новой группы сортов. Все они проходили очень жесткий отбор на устойчивость к этому опасному заболеванию. Дело в том, что Порша сама по себе не просто уродует внешний вид плода, она приводит к тому, что эти плоды со временем в процессе роста, созревания и хранения они быстро загнивают, вянут и теряют свои потребительские качества. Кроме того, для плодовых, семечковых, таких как яблони и груша, очень опасными болезнями являются раковые. Дело в том, что эти болезни опасны тем, что они нарушают проводящую систему дерева, и оно страдает от того, что не может получать достаточное количество воды, а корни не могут получать достаточное количество питательных веществ от листьев. Плоды на них мельчают, в них снижается содержание витаминов, сахаров, зато кислот гораздо больше, чем нужно. И более того, деревья, пораженные раком, часто гибнут, очень быстро, особенно теплолюбивая сорта. И здесь нужно внимательно смотреть, конечно, на выбор места, чтобы растение хорошо себя чувствовало, не заболело, нужно ему помочь. Обеспечить нормальную циркуляцию воздуха, не сажать его в низинах или на очень продуваемых ветреных местах, где может быть переохлаждение зимой и подмерзание. Тем не менее, несмотря на то, что на развитие раковых болезней влияет так сильно климат, условия, есть и генетические аспекты, то есть устойчивость к этим болезням частично обусловлена наследственностью. По нашим наблюдениям, очень устойчивы к раковым болезням сорта народной селекции. Они прошли многолетний, даже, я бы сказала, столетний, а то и двухсотлетний период отбора в наших условиях, в нашем климате. И то, что выжило, оно и растет до сих пор в наших садах. Иначе неустойчивые формы бы просто вымерзли и погибли. Например, отобранный из многообразия клонов антоновки, антоновка-белсат, который отличается не только потрясающим размером плодов, ароматом, красотой, но и устойчивостью к основным раковым болезням. Это штрейфлинг-белсат, у которого тоже хорошая устойчивость к болезням коры. Пожалуй, одними из самых устойчивых являются такие сорта, как банановый, белорусский синап, память сюбаровой, память сикоры, именно к болезням коры и древесины, а также сорта виселина, елена, олеся. Этот сорт, я бы сказала, он сочетает в себя очень много положительных качеств. Он устойчив и к парше, он и высоко зимостой, он и устойчив к раковым болезням. Даже если поражается, а нужно сказать, что непоражаемых, абсолютно непоражаемых нет. Этот патоген, который вызывает образование раковых язв, он очень коварный. У него очень широкая специализация. Он поражает не только плодовые лиственные растения, но даже и лиственные лесные растения, такие как липы, клены, вызывая у них язвы. Так вот, помимо Олеси, хорошо держат устойчивость против раковых болезней сорт белорусская малиновая и белорусская сладкая, народный сорт боровинка и уже упоминавшийся ранее заславская, а также сорт российской селекции мечта. Из сортов зарубежной селекции хотелось бы отметить устойчивость пепенки золотистой, рубина казахского, баура, редфри, голден дельшес и его производных, а также некоторых клонов сорта хани крисп. Дело в том, что данный сорт поступал на нашу территорию как с своей родиной США, так и пройдя многолетний отбор в странах Западной Европы, где выбраковывались клоны его, которые сильно поражались раковыми болезнями. То есть всегда можно найти деревья здоровые. Еще одной группой болезней, которые очень опасны для косточковых культур, в частности, являются кокомикоз, опасным для вишни в особенности. И частично для черешни. И антракноз косточковых. Многие из вас замечали, что вишня, если позволить ей чуть-чуть перевисеть, быстро сморщивается, превращаясь в такие черные мумии. Кто-то это грешил на кокомикоз, кто-то просто считал, что это оно высохло. К сожалению, это заболевание. И его опасность еще в том, что оно проявляется тогда, когда невозможно, запрещено вообще применять любые средства защиты в период созревания. И получается, чтобы получить хорошую вишню, нужно прибегать к устойчивым сортам. Когда мы наблюдаем за ними в природе, мы стараемся, конечно, отобрать те сорта, которые лучше всего проявляют себя. И по нашим наблюдениям, устойчивые к этому опасному заболеванию, к антракнозу, к гнили плодов у вишни, практически все сорта черешни, а также сорта грёд белорусский, это вишня, живица, конфитюр, ксения, это живица и ксения, это два вишнево-черешневых гибрида. Они вообще отличаются очень хорошей устойчивостью практически ко всем болезням косточковых культур. Классуха, Несвежская, российский сорт Ника, а также Новодворская, Нордстар, Сенец номер один, Тургеневка, а также сорт Ленгерской селекции Уйфи Хертой Фёртыш и Панди. По нашим наблюдениям, эти сорта держат устойчивость и слабо поражаются антракнозом, то есть если вы посадите такие деревья, у вас гарантированно будет хороший урожай вишней. Ну и ещё маленький момент, каким бы дерево не было устойчивым, лучше урожай собрать вовремя, потому что чем больше оно висит на дереве, тем больше вероятность, что поразится этим опасным заболеванием. Поэтому снимаем урожай вовремя и тогда всё будет в порядке. Кокомикозу, который в своё время погубил практически всю вишню на территории бывшего Советского Союза, к сожалению, устойчиво не так уж много сортов. Его основная опасность не в том, что он поражает плоды, а в том, что он вызывает преждевременный листопад. Уже в августе можно наблюдать голые, совершенно обезлиственные деревья вишни, которые в августе, когда ещё можно фотосинтезировать, в сентябре, лишаются основных источников питания – листьев. Они постепенно ослабляются и, к сожалению, через пару-тройку суровых зим вымерзают. Бороться с кокомикозом можно как использованием химических средств защиты, так и высаживая устойчивые либо слабо поражаемые сорта, такие как вянок, тот же самый грёд белорусский, живицу, конфитюр, лосуху, меловицу, несвежскую или новодворскую. Нужно отметить, что в каждой местности обязательно находятся очень устойчивые местные формы, которые прошли естественный отбор. Всё, что болезненное, всё погибло. Остались только свои самые устойчивые формы. И нужно внимательно за ними наблюдать и привлекать для посадок в свои сады. Есть ещё одно заболевание для вишни, которое тоже весьма вредоносно. Это манилиальный ожог. Это заболевание распространяется в период цветения, вызывая быстрый некроз отмирания цветков и как следствие отмирания целых веточек, которые остаются висеть вместе с листьями, с цветками практически весь сезон, рассеивая инфекцию дальше. Это заболевание тоже весьма вредоносно и значительно сокращает культуру вишни везде, где оно появляется. Бороться с ним можно, опять же, путём опрыскивания во время цветения, либо подбором слабо поражаемых сортов. По нашим оценкам, манилиальный ожог меньше всего ущерба наносит черешня. Она пока сохраняет устойчивость к данной болезни. А из сортов вишни устойчивы практически все сорта, которые устойчивы к антракнозу. К сожалению, манилиальный ожог способен поражать также и сливу с алычой. Устойчивы к ожогу такие сорта сливы из сорта группы венгерок. Из белорусских это новый сорт волот, это далекатный ранний сорт сливы с очень нежной мякотью, кромань, нарочь, награда нёманская. Это заболевание для них наименее вредоносно. Для алычи или сливы диплоидной, алычи гибридной, крупноплодной, заболевание манилиальным ожогом меньше всего наносит ущерба таким сортам, как осолода, ведрость-2, комета, лодва, мара, найдёна, промень, золушка. Эти сорта надёжно себя чувствуют и защиты дополнительной они не требуют. Особенно если у вас в садах поддерживается хорошее фитосанитарное состояние, когда вы не допускаете в нём застоя воздуха, не допускаете загущения растений. Дело в том, что все болезни очень любят сырость и темноту. Есть ещё одно заболевание, которое изрядно портит жизнь всем садоводам-любителям. Это плодовая гниль. Она поражает с одинаковым успехом и яблоню, и грушу, и черешню, вишню меньше всего, абрикос, персик, нектарин, сливу, алычу. Бороться с ней очень сложно, ведь она проявляется именно тогда, когда плоды созревают. Здесь можно сократить распространённость плодовой гнили при помощи элементарных санитарных приёмов. Во-первых, никогда не оставляйте на деревьях усохшие, заболевшие плоды, чтобы не было источников инфекции. А во-вторых, выбирайте плоды сорта с плодами, с плотной кожицей. По нашим наблюдениям, очень устойчивы к плодовой гнили сорта груши, ведущие происхождение от азиатских сортов. Это та же самая толгарская красавица, это чижовская, это белорусская поздняя. Европейские сорта груши, они, к сожалению, к плодовой гнили очень восприимчивы. И в таком случае вам нужно обратить внимание на то, чтобы у плодовой гнили не было возможности проникнуть внутрь плода. Дело в том, что она проникает в плод именно через поранение. Это может быть плодожорка, пилильщик, любые травмы. Таким образом, если вы не даёте распространиться плодожорке у вас в саду, если вы боретесь с осами, которые повреждают груши, то и плодовой гнили у вас будет гораздо меньше. Из черешин, пожалуй, меньше всего плодовой гнилью поражаются те сорта, которые меньше всего растрескиваются от дождя. Это сорта черешни с мягкой нежной мякотью, так называемые гени. Это сюбаровская, это громковая, это северная старый, очень проверенный сорт. Сорта, которые склонны к растрескиванию, тот же самый гостинец, к сожалению, при первых же трещинках заболевает. Здесь сократить распространение плодовой гнили можно при помощи равномерного полива. То есть, если мы обеспечим растению равномерное поступление воды, оно не так остро будет реагировать на обильные осадки, и растрескивание будет минимальный, или его вообще может не произойти. И в таком случае болезнь не сможет внедриться в плоды и вызвать заболевание. Из яблок мало поражаются гнилью такие сорта, как диамент, вербная, память субаровой, белорусский синап. Благодаря тому, в первую очередь, что у них довольно плотная кожица с хорошим восковым налетом. Вообще отмечено, что яблоки, имеющие хороший восковой налет, выраженный, меньше всего поражаются болезнями. В любом случае, в каждой местности будут свои лучшие устойчивые сорта, будут свои лучшие устойчивые культуры. И очень многое зависит от того, как вы ухаживаете за садом. То есть здоровье сада зависит не только от того, какой сорт вы выберете, но и от того, как вы будете с ним ухаживать. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч!